Фортепиано — инструмент безграничного количества тембров, эмоций, музыкальных стилей. В нем заключен целый оркестр. Невозможно достичь потолка в своем музыкальном развитии и исполнительском мастерстве. И это прекрасно. Я обучаюсь игре на фортепиано более 20 лет. Я училась как в России, в Санкт-Петербурге, так и в Норвегии, в городе Осло. Сейчас я счастлива делиться со своими учениками накопленными знаниями. В основном я преподаю классическую русскую фортепианную школу. Но если я вижу, что ученик хочет заниматься джазом, мы подберем для него специальную программу и учтем его предпочтения. Очень важно, чтобы занятия на инструменте приносили радость и удовольствие. Поэтому с самого начала вы играете ту музыку, которая вас вдохновляет. Разумеется, мы осваиваем всю необходимую техническую базу, но делаем это именно на тех произведениях, которые вы любите. Как показывает наша практика, это лучший подход к обучению как для детей, так и для взрослых. Педагог в нашем понимании — прежде всего вдохновитель. Тот человек, который способен зажечь ученика, привить любовь к инструменту и домашним занятиям. Все преподаватели по фортепиано, которые работают в нашей школе, лауреаты многочисленных конкурсов и действующие музыканты. Они регулярно выступают на публике, тем самым повышая свой исполнительский уровень. Помимо фортепиано я хорошо владею сольфеджио и теорией музыки и параллельно с инструментом рассказываю своим ученикам о строении музыкальной ткани и устройстве музыки вообще. Очень важно понимать, что ты играешь и делать это осознанно. За время преподавания я успела убедиться в одном. Музыка — это увлекательный и творческий процесс, где постоянно есть цель, к которой каждый хороший музыкант всегда стремится. Это возможность оторваться от суеты повседневной жизни, погрузиться в совершенно иной мир, полный ярких красок и фантазий. Именно это приводит в музыку взрослых людей, которые решили начать учиться с людям. С начинающими учениками мы работаем над постановкой рук, посадкой и осанкой. Мы изучаем нотную грамоту, а именно октавы, ноты, всевозможные штрихи и термины. С более опытными учениками мы играем произведения, которые они выбирают сами. И это дает им возможность участвовать в отчетных концертах школы стаката. В нашей школе у каждого ученика есть возможность выступить на сцене. Помимо отчетного концерта класса, вы сможете выступить на большом отчетном концерте школы, сыграв сольный номер, либо в дуэте со своим педагогом, а может быть в составе ансамбля. Только яркие и запоминающиеся номера являются основой наших отчетных концертов. Я учусь у своих студентов терпению и мужеству. Не знаю, смогла бы я во взрослом возрасте пойти постигать такую непростую науку, но смотря на них, понимаю, что это возможно. Если вы хотите освоить этот непростой, но удивительный инструмент, приходите к нам в школу, и мы пройдем этот путь вместе.